Под землёй На чужих языках Видят сны Семь десятков солдат Моей армии На чужих языках Видят сны Семь десятков солдат Моей армии Я прикажу им крепко спать И быть готовыми к войне Я прикажу им доказать Что истинна в вине Я прикажу им шить шинели И надрать сапоги Я прикажу им покормить Ладонью маминой руки Я прикажу им ждать утра Когда огонь сольёт поля Когда взорвётся горизонт И защищаться станет зря Когда понятно станет им Какие хрупкие виски Я прикажу поцеловать Я прикажу поцеловать Я прикажу поцеловать Тому, кто от любви погиб Я прикажу поцеловать Я прикажу поцеловать Того, кто от любви погиб Григорий Кейлович Здравствуйте! Я часто к вам прихожу Очень часто И каждый раз, когда к вам прихожу Я узнаю для себя что-то новое Как вы поняли цель моего визита Наверняка вы поняли, что это Великая Отечественная война Я хочу начать с такого вопроса Как вы себя вообще сейчас чувствуете? Как ваше здоровье? Я думаю это многих волнует Это начинать надо, да? Да, а как ваше здоровье? Сейчас, как вы себя чувствуете? Ну как вообще-то? Болею Болеете? Ну по вам и не скажешь Вы все время пример для подражания Все время активный В чем вообще вот ваш секрет активности? Как вот в таких годах оставаться таким активным? Ну я не знаю, как победить Не знаете, да? Вот и я тоже не знаю Я посмотрю на вас, я постоянно удивляюсь Как Я для себя тоже, вот вы как для меня Как пример активности Не знаю, вот как даже слова подобрать Правда, потому что на вас смотришь Вы реально, вот, живой пример для подражания Наверное Наверное, для каждого человека С моего поколения Вы реально пример для подражания Давайте поговорим о том О войне уже поговорим Как вы вообще узнали о войне? Война для меня началась Курсантом Сумского военно-артилейского училища имени Фрунзер Об этом, ну как вы знали Об этом было сообщено Значит, 20 Дату вы не помните, да? Дату точно не помните, да? Да я почему не помню 22 июня 1941 года Народный комиссар иностранных дел Молотов Выступил по радио и сообщил о том, что гитлеровская Германия напала на Советский Союз А вы в каком городе были в то время, когда услышали? Ну я был, значит, был я город Сумы Сумскоро-артилейского военно-училища имени Фрунзер Это в районе Харькова Прибыло как бы в это училище Ну, конечно, сообщение Это было О том, что война будет Уже мы Знали Заранее, да? Ну, перед военной обстановкой об этом уже говорилось Во-первых, там нарушение границы были Ну и Этот самый И открыто уже было, что Нападение было Хотя у нас Был заключен договор В Германии В 1939 году О ненападении сроком 10 лет Германия нарушила Значит Этот самый Договор Вот Без объявления войны Вот Напала на Советский Союз Конечно Сразу Когда выступил Народный комиссар по иностранным делам Дело Молотов Он свою речь закончил так Что наше дело правое Победа будет за нами В это время я был в Сумах Перед началом войны В 1941 году Я уже был Защитным комстантом Сумского военного артилитического училища А сколько вам лет было на тот момент? На тот момент сколько лет? Ну, мне было 19 лет 18 лет Совсем молодой Совсем молодой Ну Сразу, конечно Ну Так Мы были воспитаны Вот И Ну Были такие Лозуны Что Значит Что Значит Мы Чудой земли Не хотим Своей Непятой Отдадим Не отдадим Да Что Значит Враг Будут Бить на его территории Вот Несу Свиной Орел Советский Город Такие были Лозунги Ну Сразу Конечно Было Такое Настроение А страх Страх Был Ну Помогите Значит Было такое Настроение Что Дескать Это у нас Курстантов И даже и у офицеров Было такое Что мы Врага Дескать Это месяц-два И он будет Разгромлен Уничтожен Вот Но Несмотря на то Что Пограничники Встретили Значит Наши Пограничники Проявили Героизм Мужество Они почти Все погибли Все-таки Мы не смогли Задержать Врага На охраннице Началось Отступление Нашей Армии Вот Но мы рассчитывали Так Как я уже сказал Что Какое-то время И Положение Сложилось Тяжелое Наша армия Вступала Буквально Вот Небольшое время Уже 26 Июня Был взять Минск Мы сдали Там Беларусь И Украину Вот И враг Рвался Вглубь страны К этом К Москве Немцы Рассчитывали Что Будут Уже Праздновать Победу В Москве Вот Ну Положение Сложилось Так Что Даже Пурстанты Училища Не стали Учить Значит Училище Поставили на фронт А вот Помните Свой Первый бой Где он происходил? Ну Видите Как Первый бой Тут Вот Значит Послали Нас На фронт Значит Август 41-го года Значит Сентябрь Октябрь Наше Училище Находилось На фронте Я был Курсантом Рядовым Антлеристом Наводчиком Орудия Вот Был 17 октября В октябре Был Контужен Вот Ну Значит Уех Примерно Сюда К Декаблю 41-го года Фронт Немножко Стабилизировался Значит Враг был Остановлен Вот И Нас Мчилища Значит Вывели Из боя Значит Ну В тыл Вот Еще Позанимался Три-четыре Месяца Учеба Такая Усиленная Учеба И Мне присвоили звание Лейтенанта И В апреле 42-го года Я снова В бою В армии Был командиром Значит Командиром Звода 45-метровых Протенант И батареи Это небольшие пушки Такие 45-ки 9 августа 42-го года Был ранен Значит Ну Лечился В Тамбове В городе В Тамбове Значит Я взял В гостоли 40 дней После Излечения Снова На втором И Вот С это Время И До конца Вот Войны Я находился В действующей армии Вот Участвовал в освобождении И Белоруссии И Украины И Польши Вот И Войну Закончил В Берлине Я непосредственно Сейчас Никто на Берлине 10 Значит 10 дней И Ночей были Значит Непосредственно Бои В Берлине Вот Григорий Крилович А вот На вашей памяти есть Вот Что в голове отложилось Какой-нибудь Боевой эпизод Который у вас всегда В памяти И Вы Были им Впечатлены Наибольшее впечатление Ну как Как вам Вам надо Что-то такое Ну Я Я бы хотел Лично услышать Тот Который для вас Реально Большое впечатление Принес Который у вас До сих пор В память Не важно Кое там Чересчур Чересчур Жестокий Не жестокий Главное тот Который вы Хорошо помните Который у вас Реально Отложился в памяти Боевой эпизод Ну Можно Сказать Бой Вот В 40-40 году Бой Это На Брянском фронте Был Значит Такой Случай Значит Я был Командиром Звода Батареи Батареи 45-43 Значит Мне Командир Батарея Дает приказ Значит Немцы Пошли Панцератаку Дает приказ Выкатить Срудие На прямую Наводку И Разбить Немецкий Пулемет Ну Конечно Надо Это Пушка Находится На переднем крае Значит Разрыв У снаряда Вот Красная Бея Со мной Который Был Значит Ему Ранило Вот Он Находился Передсмертным Передсмертной Агонии Вот Говорит Товарищ Лейтенант Застрели меня Вот Такого Тяжелого Вагония Ну Это Конечно Такой Случай Что Не забудешь Никогда Ну И Мы Были Скажем В Берлине У меня Случай Когда Я был Штурмой В группе Значит В Берлин В Берлин Все Подвалы Были Подвалы И Были Сообщения Значит В Подвальных Помещениях Там Немцы Были Вот Наши Солдаты Врывались Значит Стурмовая Группа Вот Один раз Я участвовал Непосредственно Вступили В В Бой Завязался Бой Рукопашный Подземной Потом Немцы По этажам Были Вот Ну И В конце концов Значит Там Уничтожили Несколько Немцев Такие Вещи Ну Насчет Того Что Вы Спрашиваете Страшно ли На войне Да Или это Не Я хотел бы Знать Да Сколько это страшно Конечно Страшно Все таки Значит Идти Ну Понимаете Вот скажем Дает команда В атаку Солдаты Идут Вперед А По ним Застреляют Пулеметы Бьют Архивенья Да Да Конечно Многие погибают Вот Но есть Кроме страха Есть как бы Чувство Долга Перед Родиной Что Значит Значит Это Как-то Дает Значит Чувство Долга Уважение Ну К Родине К своим Там Ну Родственникам Другям Уважение К Родине Дает Как бы Сила Себя Надо Это Перебороть И Это Так А Тот Говорит Ничего Не Страх Это Неправильно Чувство Страха Это Чувство Самохранения Сохранения Жизни Вот Другое Дело Вот Одни Скажем Берут Привыкают Как бы Если можно сказать Морально Да Морально Все А другой Знаете Сдаешь Томплет Или Поднимают Руки И такие То есть Вот Таком Значит Вот Это Надо Иметь ввиду Давайте Немножко О радостном О радостном Событии Вот Давайте Отбросим То Когда Вы Узнали Что Война Закончилась Это Отбросим Были На протяжении того момента Как Вы Проходили службу Да Воевали Были какие-то еще радостные моменты Которые вы помните Ну Видите Ну Видите Ну Много Было моментов Я же был Артеллист Артеллист Мы стреляли Я в участке Бит Курской битвы Вот Значит Курская битва Насколько Это было страшно Потому что Я смотрю много документальных Фильмов Одно смотреть фильмы А другое дело Реально Видеть Насколько это было страшно Танковый бой Насколько он был Ну Вы понимаете Я конечно Значит Служил В Одессе В танковом корпусе Вот Ну Я Значит Артеллист В танковом корпусе Кроме танков Есть Артерийские Пехота Вот То есть Если танковый корпус У него В нем Три танковые бригады Вот Одна Цветская бригада Генитный полз Артерийский полз Большое соединение Тысяч двадцать Солдат И где-то Триста танков Вот Служил Я был Артеллист Значит В танковом корпусе В артеллии В артеллистом Дивизионе То есть Наша задача была Значит Помочь Пехоте Была И танкам У них Сопровождение Вот Ну вот У меня Первый орден Красной Гвезды Награден В сорок третьем году Вот Это как раз Значит А за что Вам его получили? Значит В сорок третьем году Я был награден Орден Красной Гвезды Вот В реляции Значит Ну В награде Ну Представляет Наградной лист Там Через страну Краска Значит Биография Пужайл Там лейтенант Значит Краска Значит Фамилия Адрес родителей Случайности Значит Убьют Идет Краткое Краткое Описание Подвига Вот У меня Так Примерно Записано Лейтенант Пужаев Григорий Кириллович 26 июля Вот По Там 10 августа 43-го года Вот Во время Боев Значит В огнем Артиллерии Моим Значит Да Вел Разведку В огнем Артиллерии В огнем Зона Это Было Уничтожено И Рассеяно До Взвода Пехоты Противника Уничтожено Несколько Орудий Дальше Пишется Товарищ Кужаев Сохранил Личный Состав Полностью И Сохранил Эту Технику То есть Пушки Машина Ну и Командир Бригада Пишется Достоин Награждения Ордена Правда Безды Ну А За Берлини Значит У меня Два Ордена По Часто Войны За Форсирование Реки Ну В Германии И Один За Непосредственные Бои Берлини Вот Ну В сорок Этот Ну Там Тоже Описаны Конкретно Мои Заслуги Угу Вот Юрий Кирилович Как Вы считаете Вот Наше нынешнее Поколение Достойно Так же Как Вы В то время Мужественно защищали Родину Наше поколение Достойно Тому Чтоб так же Как Вы Защищать Ну Мы Конечно Хотели И Как говорят Уходя в мир иной Вот Надеялись Чтобы Нынешнее поколение Было Читило Память В войне О героизме Нашего народа Нашей армии Вот О Павших За 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 Через Отечество Ведь Нам Беда досталась Большой страной 27 млн Погибших И Пропавших Безеств Значит Мы считаем Что нужно Чтобы Нынешнее поколение Именно росло Настоящими Патриотами Да Одно Дело Как у нас Это Патриотическая работа У нас Да, проводится работа, но в этой работе часто есть и недостатки, то есть какие недостатки, например, вот приглашают нас на мероприятия, вот как меня в прошлом году пригласили, была годовщина боев 8 марта 1902 года, морские бои, вот я пришел туда с орденами и трудно мне было, но пришел, пришел генерал-лейтенант Героя Советского Невира, рядом там, ну, и представители там разных, значит, общественных организаций, и группа молодых гвардейцев, юная гвардия, молодые ребята и прочее, значит, мы выступили, значит, генерал выступил, Героя Советского Союза, рассказал, я выступил, вот, но все-то хорошо, конечно, но среди этих вот молодых людей, вот членов там молодежной организации, всяких там, значит, и юная армия, никто ничего не выступил. То есть мероприятие по существу проведено не совсем правильно. Надо было, мы ждали, что я ждал, что кто-то из присутствующих, юно-гвардейцев, молодых, если так, скажет слово, выскажет, товарищи, мы вот выступили, послушали таких, мы будем расти, мы будем чтить память героям, и если потребуется Родина, встанем ее на защиту, будем воевать смело, твердо, так как ветераны войны, наши предки, труженики тыла, которые, в общем, в общем, были бы, это пока, знаете, я об этом говорил, допустим, там, нашим, и... Ну, я понимаю. Понимаете? Да, конечно, понимаю. Понимаю, конечно, я все понимаю. И второе, что я бы сказал, вот мы говорим, что надо, значит, мое такое, значит, ну, как бы пожелание, молодому поколению, не только молодому поколению, это надо знать историю. Согласен. Особенно не только с историей там, значит, ну, высшей формы, ну, и нашего края, да, родной? А знать историю Матееву Курганскому, то, что происходило в боях на Матееве Кургане, Матееве Кургане на плавлях района. К сожалению, я беседую с молодыми людьми, ну, я там, 44-й год, я, как ли, стал председателем Центр ветеранов. Я был председателем районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил. И даже я являюсь почетным председателем. Вот. Я вас спрашиваю, беседую с молодыми людьми, ведь не знаю, не могу, скажите, вы назовите мне героя Советского Союза вооруженства Матееве Кургане, района. Не всякий это знает. То есть, как будто, когда мы, вот, мероприятие, вот, ну, про и то, что хорошо все, да, мы Родина там тащитим, и таких элементарных вещей. Вот. И второй, допустим, такой вопрос. Ну, вам известно, что в годы войны, было, значит, 404 человека совершили жертвенные подвиги. То есть, значит, своими телами закрыли амбразуры вражеских пулеметов, длотов и длотов. В том числе и у нас в Матеев Кургане. Вот. Вот. Павел Георгиевич Пудовкинов на этом, на Басаре-Черный море, совершил жертвенный подвиг. Абдулла Садимов, тоже этот, совершили подвиг. То есть, они своими, ну, телами, вот, дали отдали свою жизнь, ради спасения других людей. Потом солдаты поднялись в атаку и сокрушили врага. И, допустим, даже есть, ну, такие в масштабе союза, допустим, злое космонимбянское, так, да? Например, Капитан Гастелло. Ну, много, значит, героев таких, значит, вот. Не все еще знают и как-то на это дело начать. Ну, я думаю, мы будем это исправлять, я думаю. Это надо, знаете, то есть историю, значит, историю надо любить. Историю любить, значит, Родину. А Родина, история Родины, это не только, скажем, боевые действия. Это и история нашей, и земля, и река Меус, и наши родственники, все святые, где живет, и в том числе, конечно, и наше отечество. Ну, согласен с вами. Мы должны, значит, это, значит, помнить. И, значит, изучать не только, знать, ну, такие положительные моменты. То есть война, это не только парад победы, там, реалиация во героях. Война, это, конечно, и горе, и, знаете, и кровь, и слезы. Вот. И в истории надо нам знать, как герою, так и знать то, что именно конкретно, как шла в бою. Вот. То есть даже вспоминать не только о выдающихся достижениях. Это, конечно, надо делать. Наш народ героизм. Но и о том, что как чему трудно было. Вот. Вот. То есть вспоминать и истории. Я же после 45-го года еще служил в армии. Там 5-й, 6-й, 7-й год. Вот. Уже, значит, служил... Это город Вайбар. Это земля Тюринга. То есть по договору между странами союзниками. Вот. 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 Вот территорию... Это Тюринга, Вайбар. Освобождали американцы. Но по договору она нам отошла. Ну так, разделили Германию. На зонах была американская, английская, значит, наша зона и французская была. Ну так вот нам эту зону Тюрингию, землю освобождала американская армия, а досталась нам. И нас срочно, после берлинской операции, перебросили в Ваймар. Мы в Ваймар, а немцы и американцы, ну, с Ваймара. Ну, с Ваймара. Вот там я служил еще, значит, 3 года. Ну а после того, как отслужили? После того, как закончили службу, чем вы занимались? Ну, после, так если кратко, значит, вернулся, я, оказывается, закончилась война. И служба закончилась. В 48-м году я вернулся. Приехал в село Богородское, ремонтического района Ростовской Олки. Там, где я родился. Это, ну, район Восточный, знаете, ремонтический район. Да, слышал. В этом районе вот Сарсь, Орловский, Зимуняковский, Заветинский. И там рядом Калмыкия. И Старокорский край. В этом был. Ну, прибыл. Ну, что мне было, значит. До войны я закончил 10 классов. Училище закончил, ну, конечно, ускоренное. Значит, надо было учиться только 2 года, а мы где-то занимались там месяцев совсем. Ну, вы понимаете, война была не без этого. Специальности как такого не было. Ну, я был член партии. Значит, я вступил, ну, до войны великомсоморцем был в армии. В 43-м году я стал коммунистом. Ну, приехал я домой, встал на учет в райкоме партии. А до войны я так, была районная газета, рядом, значит, вот, редакция. Через дорогу районная газета. И один день, значит, исходников, исходник был, тысяча учеников, большая исходова. Поехали на уборку картофеля в Колково. И там убирали, приехали, все. И я написал заметочку в газету. Ну, небольшую, да? Небольшую заметочку. Ну, меня как-то там приходят средства и там еще втянули. То есть понравилось им, да? Я им, значит, писал заметки. О Пенецке работе, о Комсомольской, ну, вообще. Ну, и даже, ну, может, это не для помещения. Был такой случай. Значит, в 39-м году была Советско-Куспинская война. Угу. Сразу война для нас была тоже неудачная война. Ну, сразу как-то появилась, значит, карточная система. Вот. Ну, короче говоря, был случай, судили в суд над защищенником. Угу. Ну, его там обвиняли в том, что там делал там предчастие или в санитарии. Вот. Там, значит, там, ну, такие антисоветские высказывания. Угу. Ну, короче говоря, я попал в этот суд. Вот. И вот приехал, прошел, мне что-то заинтересовало. И прошел, значит, я накатал Терновича Зрачич и послал в Москву. В Москве была газета «Безбойник». Центральная газета. Редактором был Емельян Ярославский. Это старейший журналист, публицист, значит, соратник Ленина. Угу. Ну. Ну, прошло какое-то время, пришел здесь Бандероль. Вот. Раскрываю газету, большая газета, как вот. А там Ваша статья, да? Да. Моя статья. Конечно, там оставили. Немного места. Да. Ну. Ну, все равно в такой газете. Да. Ну, хорошая гора. Ну, знали, что я. Врачковым планом тебе говорят, да. Иди работать в редакции. Вон, редакции. Угу. Ну, пошел я. Сколько лет Вы проработали? Сколько лет проработали в редакции? Нет. Ну, я там проработал уже три. В редакции. Сначала был я секретарем, потом редактором. Потом послали меня. Я партийную школу окончил в Ростовской. Педагогическом институте заочно. Вот. И пошел, пошел, значит, и, значит, и работал, значит, ну, почти, если так, я около 40 лет в Озетах, в районных, в том числе более 30 лет редактором Озетов. 25 лет редактором в Мачвеево Кургане. Я здесь в 60-м году вступил в должность, меня в компартию направил из Морозовска, я в Морозовск работал, из Морозовска направил на работу в Мачвеево Кургане в 60-м году. И в 60-м году по 87-м год я работал редактором в Мачвеево Курганском районных газетах. Значит, ну, кто тут? Себя уже не хвалит, же не я. Кроме, конечно, у меня боевых наград, которые я назвал Орден Красная Звезда. Два ордена, значит, Своюми 1-й степень. Орден Отечественной 1-й степень. Медаль за победу над Германией, за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. Медаль Жукова, это военные награды. И в мирное время я еще был награден Орден Знак Почета, Медаль Отвою Добрость. Ну, вы, видимо, знаете, не знаете. Мне присвоили звание, почетное звание Почетный родиль Масеево Курганского района. Знаем, знаем. И почетный родиль поселка Масеево Курган. Знаем. Значит. Ну, с 87-го года, я, значит, ну, на пенсию, как бы. Как бы. Но вы все равно посетите и продолжаете работу. Я, конечно, я в то время, в это время, многие лета, занимался военно-плитической работой. Был председателем районного совета ветеранов войны, труда, правоохранных органов. Вот примерно, значит, ну, конечно, там не, так вы будете, особенно, не опьячивать. Но, что касается здоровья. Да. Да. Она больше отволнует ваше здоровье. Да. Значит, я бы сказал, значит, ну, о том, что, конечно, возраст. Уже когда, мне, вы знаете, сколько люди живут. Знаю. Спрашивают о здоровье в этом. Вот. Ну, если, так, смотреть с высоты моих лет, то я бы сказал, здоровье, что удовлетворительное. Я так, значит, что, ну, голова еще работает. Рассуждаю, значит. Ну, это я слышу. У вас память, конечно, феноменальна. Память еще, конечно, с той памяти забывается. Понимаете? Время там все. Да, конечно, конечно, что понимает. Да. Вот так. И еще, знаете, значит, есть такая, значит, мысль, может, что-то, вроде, что-то бы не написал бы. Пишите. Да. Пишите. Ну, и не меня, допустим, ну, это так, я не, вот, туда моть не надо. Вот. Ну, вот я живу рядом. Угу. Музей рядом. Вы рядом. Одна редакция рядом. Трое рядом. Администрация. Да, да. Все. Все. У вас все под боком. Да, все под боком. Ну, допустим, я теперь, значит, движениями такого несколько было. Я ходил песком, вот. Занимался бегом. Там, где-то девяносто семь лет было. Я, слушайте. Работал в Рязанске. Угу. А я пешком. А я пешком. Приду, пойду и туда пешком. Ну, это, наверное, то, что вы занимались спортом, это, наверное, один из секретов того, чтобы вы себя чувствуете хорошо. Бегом трустой. Вот. И занимался, значит, ходьбой. Ну, уже девяносто семьдесят семь лет не было. Я поехал в город Подольск. Это Москва. Там центральный, архивный, обороны России. Я работал, ну, это самое, ну, материал брал. Ну, работаю. Меня там уже знали. Я приезжал не раз. Что-то по судьям, ну, там, подход к читальному залу. Что-то я говорю, что у вас листок разное. Ну, тут же измерили. Давление. Ну, давление. Я там пришел домой. Ну, там, что делать. На второй день пошел. Там же есть при... Это самое. При архиве воинский, это, везде скачать. Ну, архив почти как район. Наш. Там... Да. Ну, принял меня, значит, полковник. Безинская служба. Ну, разговаривали сюда-сюда. Я говорю, я Матеря Кургана. А я вот Цагандрога. Он мне говорит. Он мне говорит. Земляки, да? Да. Земляки. Я ему все рассказал. О себе это я, о беге и прочей вещи. Я вам дам хорошее лекарство. Ну, вы знаете. Он говорит мне. Бег, конечно, штука хорошая. Но вы знаете, возраст у вас такой. Может всякое случиться. Я вам советую. Переходите на ходьбу. Тут, говорит, не затрат никаких не надо. Вот. И я еще после этого лет, наверное, 15-20 сходил. Вот. Занимался ходьбой. Вот это. Выйду, допустим, вот отсюда. До Капсмолоншей по Гагарина. Вот это. Квадрат. Вот. 8 километров проходил. И почти каждый день. Ну, там бывало, конечно. Но, как правило, 3-4 раза я ходил. Вот. А когда был, занимался бегом трустой. Бег трустой. Угу. Ну, в Гагаринах уже неудобно, знаете. А тогда лет 30-40. Ну, у нас в Таганроге было много наших. На заводах работали. И. Рано их. Электричка идет. И. Люди. Идут. Крыть вещи. А я бегу. Ха-ха-ха. Я не знаю. А они говорят. Бег. Беги, не беги. Уверхничка ушла. Не зря я говорил, что вы пример для подражания живой. Га? Не зря я говорил, что вы живой пример для подражания. Да. Сколько. Вот это у вас дошлоеств. Да я. Что я, значит, еще бы не сказал. Что. Ну. Вот. Я в центре как-то событий. Меня сейчас можно использовать. Я, допустим, не пойду. Может, туда. В музей. Но. Ну. Вы всегда ждете в гости. В гости. Дверь у вас всегда открыта, да? Да. Дверь всегда открыта к вам. Запомните. Позвонить надо, конечно. Бывает, что. Ну. И боли, я и бывает. Ну. Все бывает, конечно. Это же. И. Мне еще, еще. Еще трудно. Что. Вот у меня. Ну. Отеки ноготь бывают. Угу. Ну. Врач прописывает мочегонные средства. Угу. Вот. 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 Я говорю. Мне сообщите немножко заранее. Ну. Вы всегда рады гостям? Вот. 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 Звонил. Я говорю. Дед. А так. Я утром. Принял я мочегонные. Угу. Это почти до пол. До двух, трех часов. Надо чаще бегать. В туалет. Вы можете ко мне нагрянут. А я. Да. Не в локом положении. Не в локом положении. Тем более, если женщины. Угу. Ну. Поэтому я говорю. Если мне. Завтра надо идти к вам. И я дал согласие. То я утром не принимаю. Мочегонные. И этот день пропущу. Или после. Хорошо. Ну я думаю. Все кто посмотрят это видео. Будут. Иметь ввиду. Что к вам можно всегда прийти. Но заранее нужно. Напомню. Позвонить. Спросить. Да. В завершении не хотите? Да. В завершении поздравить с днем освобождения. Матвеохранского района. Не желаете? Да. Сегодня в день освобождения Матвеев-Курранского района. От немецко-пашистских захватчиков. Позвольте мне. Пожелать. Жить на Матвеев-Курранского района. Здоровья. Счастья. Мы желаем молодому поколению России смелыми, решительными, грамотными, достойными людьми, готовыми готовить себя к труду и обороне, и готовым быть, если вдруг наступит невзгода. Так же выступить на защиту нашего Отечества, нашей Родины, так же смело, решительно воевать, как участники Великой Отечественной войны, трудники тыла трудились на фронте, в тылу. Пусть всегда будет над нашими узкой землей мирное небо. Желаем счастья. Спасибо, Кирилл. Хватит, да? Да, я думаю, хватит. От себя я хочу вас тоже поздравить с этим праздником, сказать большое спасибо за то, что вы делали. Делайте для нас. Правда, мы очень ценим, любим вас. Ну а с вами, зрители, мы увидимся в следующем выпуске. До свидания. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова